Ну вот наш отель, такие прикольные у него входы-выходы. Здесь такие каменные, как Грузия, не знаю, как крепость. А с той стороны у нас такие колоннады, римская немножко сторона такая. Белые перилы, белые колонны, видите, симпатичные. Вот такой вид у нас с балкончиком из отеля. Так, пляж у нас находится, сейчас скажу точно, точно, точно. Вон она, видно эту башенку, по которой я всегда ориентируюсь. Вон там находится пляж. Так, вот там чуть-чуть видно белую башню, то есть центральная площадь. Сейчас еще повыше поднимемся. Есть еще этаж один. Один, по-моему, да, или два? Один. Так, вот такой вот вид из апартаментов на самом верхнем этаже. Вот такой большой балкон здесь. Столики, стулья, видимо, можно сюда и вынести из комнаты. Сейчас я вам покажу сами апартаменты. Кухня. Здесь есть плита. То, чего нет у нас, должен быть где-то чайник, как сказали в апартаментах есть. Два дивана. Телевизор, да исторически, правда, как во всех номерах. И, видимо, ковер этот стелят. Просто тут сейчас никто не живет. Потом вот такая спальня есть. Тоже видите, все собрано, просто сейчас никого здесь нет. Типа мансарды, видите? Потолки какие, это уже крыша. Ну и вот санузел. Тоже душ, ванной нет. Так, вот такой выход. Это самый верхний этаж. Видимо, все вот эти вот номера, они все апартаменты. Поэтому этот корпус наш называется апартаменты. Вот такой вот здесь есть вид красивый на город. Ну вот там тоже похожи апартаменты. Почему-то только на нашем корпусе написано апартаменты. Тут такой еще один общий балкончик, да? Вот такой вид. Здесь даже качелька есть, оказывается. Буду знать. Вот даже стеклянные двери из апартаментов. Крыши такие во Вьетнаме тоже. В них нагревается вода у них. Видите? Она черного цвета. Их, кстати, стекло не помыто. Если бы не помыли, она бы сильнее нагревалась. Чтобы потом ее водонагреватели много энергии не затрачивали. Она здесь маленько подогревается на крыше, а потом уже электронагревателем. Поэтому экономия получается хорошая. Вообще вот эти все водные системы у них же автономные. Поэтому все стоят на крышах везде. Обратите внимание. Вот. Вот. На всех отелях. Потому что напор как раз создается тем, что наверху все находится. Это баки. Так. Вот. Мы спускаемся с верхнего этажа. Непонятное предназначение от этого вот. Парапита. Горшки с цветами. Хотя потом поставили. Это незаселенные номера. Это тоже наверно какие-то апартаменты. Потому что также есть кухня. Обеденный стол. Ну телевизоры здесь вот везде такие позорненькие. Не плазмы. Не спальня. Там есть балкончик. Выход на балкон. Кондиционер. Вытяжка. Ну и. Вот такая вот. Душкабина. Санузел. Ванна тут я так понимаю не в одном номере нет. Это еще один такой же. Я думаю они стандартные. Так. Здесь третья кровать только установлена. Две в спальне. Одну отдельно. Также выход на балкон. Диванчик. Обеденный стол. Ну и вот такая вот. Санузел. Вот здесь. Такая зона отдыха. В принципе для этого звездочного отеля я думаю более чем. Так. Спускаемся вниз. Ну вот такая вот небольшая обзорка по нашему отелю. Ресепшн располагается там же где и наш. Пища. Ну как сказать не столовая. Ресторанчик видимо все равно считается. Место для приема пищи. Так. Вот у нас здесь. Здесь вот мы завтракаем. Там у нас ресепшн. Там у нас просто ну под это в помещении столики стоят. Этот бассейн у нас почему-то не заполнен. Толи новые то ли наоборот на реставрации старые. Ну и вот основной выход там которым пользуемся. Здесь у нас барчик есть вон там. Но он почему-то никогда не работает. Только светомузыка и музыка там играют. Ну вот такая небольшая обзорка нашего отеля. Он на самой крайней улице расположен. Дальше уже лес и горы, сопки. Субтитры сделал DimaTorzok